Вот, дорогие друзья, достиг я своего любимого места и сейчас присел тут отдохнуть. Здесь так сделали, что машины проходят по другой дороге и машин вообще нет. Раньше они были, сейчас их вообще нет. Меня тепло встретили мои знакомые, они меня знают 10 лет. Они также и работают, как и работали. Правда, Ивана нет, он уехал в Италию. И вот мы отсюда видим корабли на рейде. Рейде, освещенные заходящим солнцем. Сейчас мы попробуем приблизиться. Я не знаю, где фокус, потому что на дисплее не видно, куда попал фокус. Он может попасть и на эти листики. Сейчас попробуем. О, точно, он выбрал листики себе. Сейчас другой листик. Сейчас попробуем без своего монопода направить на море. Не очень хорошо слышно шелест волн. Думаю, что вам не очень, что далековато. Но метров 20 до границы воды и суши. Солнце садится очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. Сюда заходят редкие посетители. Мы вот поговорили с Элкой. Она здесь работает 10 лет. И она говорит, сюда приходят преимущественно. Приходили варнинцы. И сейчас стали чаще приходить. Редкие туристы сюда добираются. Потому что это далеко, на краю непрестижно. Пешком. И мало кто знает из туристов про это заведение. Преимущественно только варнинцы. И фотографы, и романтики, и мечтатели сюда приходят. В это заведение. Я сейчас сижу на той террасе, которая не обслуживается. Мне сказали, что вам можно все. Вы наш. Вы свой. И вот мы здесь. Солнце прячется. Красиво очень становится. Здесь осталось все без изменений. С тех пор, как я вот первый раз посетил это заведение. Кроме того, что Окна, Рамы оконные Поменяли на стеклопакеты. А так было раньше деревянные двери, деревянные окна. Все по-прежнему осталось так же. Те же фонари. И где вы еще встретите Вот такой палисадник В 20 метрах от моря. Палисадничек такой. Где-то местами Покосился. И в этом есть Своя прелесть. Потому что, когда все ровно и Точно, как в аптеке, становится очень скучно. А здесь совсем не скучно. Вот такая вот цепь Есть между фонарями. Вот Как солнце падает красиво. Закатное солнце. Самое мягкое. Столики убраны. И так было мало. Посетителей сейчас еще не сезон. И представьте себе, как тут Вообще обалденно В зимнее время года Когда вообще никого нету Ты можешь сидеть тут совершенно один Совершенно один И будет играть легкая музыка Будут падать Кососолнечные лучи на столы Вот мы наблюдаем сейчас корабль на рейде Там что-то возле него крутится Какой-то маленький катер Может быть он забирает моряков На сушу Вот еще один корабль Там видим Вдалеке Контейнеровоз это Вижу контейнеры на нем А вчера наблюдал сухогруз На канале Он так низко осел Вообще И мне один рабак Сказал, что Говорит, хорошая волна Она может захлестнуть его Очень длинный Такой они так проходят Тихо так Двигатели урчат Низкими басами Тихо он так проходит На такой Маленькой скорости По каналу Очень интересно Сниму как-нибудь вам Не, уже снято Просто сейчас нету интернета У меня, чтобы Выставить Вот так вообще Увидите, как там Красиво на канале Соединяющем море и озеро Вот это бар Хавай Вернее, вид С террасы бара Хавай Вот вам И сам бар Хавай Я развернулся И Вот эти вот окна Они поменяли только А вообще Вся конструкция Осталась такой же Конструкция Дизайн Только окна Вместо деревянных Поставили стеклопакеты Внутри Те же столики Те же стулья Что и 10 лет назад Тот же спасательный круг Там висит с надписью Хавай Ну а потом Уже сниму вам Хавай изнутри А вот та терраска Действующая Для редких посетителей Редкая нога сюда заходит И в этом есть своя прелесть Вот Бар Хавай Изнутри Все так же Как и 10 лет назад Все так же Как и было Видите, какой вид Изнутри Видно море Прекрасно играет Барнинское радио Бабагарское Сейчас вечер Здесь тепло Не дует Вот тут Остекление такое Круговое Раньше Раньше этой терраски Вот не было Просто были Столики Такие Под навесом Вот такой вид Открывается Из бара Хавай По мне По мне Это самое Классное Место На побережье Мы дождемся Ивана Встретимся С ним Поговорим Вот Тут все Так же Осталось Вот Я вам говорил Спасательные Круги Вот Тот же Самый Спасательный Круг Написано Бар Хавай Те же Самые Картинки Тот же Кораблик Что и был Все То же Самое За Руснадцати Прави За Приятелей Асим Токус Да Искать Идокажите Нечто Привет Вот Элка Это Работница Здесь Она Управляющая И Мы знаем Давно 10 лет Еще и Друзья На Фейсбуке Кто Папочка Русские Русские Приятели И Познати На Цели Русский Народ На Цел Русская Держава Желает Все Сорти Здравия Штастия И Космет Она Передала Вам Большой Привет С Самыми Найлучшими Пожеланиями И Да Нога Управить Наши Замотвучения Тоже Малки Развалить Непотеред Вот Свините Глави Они Любят И уважают Русскоязычных То есть Украинцев Белорусов Молдаван Евреев Все Вот так Поняли Ребята Это Мы Ведем Репортаж Из Бара Хавай Любимое Мое Место У моря Вот Здесь Вот Такое Теплое Встреча Вас Ожидает Если Вы Приедете Сюда Я Вас Приведу Зайдете Найдете Элку Радкову У меня В друзьях Вот Она Элка Радкова Можете Зайти К ней На Профиль В Фейсбуке Это Был Бар Хавай И Канал Кишинев Молдова И Я Эдуард Карас Вместе С Вами Здесь Вот На Это Мы Пока Остановимся Временно Редактор субтитров Корректор Продолжение следует